Итак, дорогие друзья, мы подступили к тому этапу написания сайта, когда надо работать с профилем пользователя. Эта вещь не относится к социальной сети. Абсолютно любой современный сайт, вы захотите, чтобы у вас был профиль и какие-то права были у пользователя, кому-то понадобится просто рекомендовать товары, кому-то добавлять друзей, кому-то наблюдать за записями, либо за видео. Иными словами, профиль нужен для абсолютно любого современного сайта. Мы с вами будем разделять на профиль, который пользователя по умолчанию, и публичный профиль, который будут видеть все. Разукрасить вы сможете как хотите. Также обязательно заложим определенные настройки, их можно будет расширять, где что-то менять. Мы ранее, ранее, мы с вами модели уже написали. Users. Теперь посмотрим, в чем фишка, ну в каком стиле мы будем сейчас работать, в чем здесь фишка. Если мы откроем модели, которые мы ранее уже написали, еще в начале, как правило, модель все называют профиль, я не стал оригинальничать. Но что отличается, допустим, от того, что было лет 5-6 назад? Тогда люди городили, ну не знали, как по-другому, по сути дела, городили что? Придумывали какую-то свою модель, кастомную пользу, все это путалось. Сейчас здесь мы будем делать намного проще. Есть стандартная модель Джанга, и мы просто ее будем расширять. Иными словами, таким образом можно в будущем будет добавлять абсолютно любое количество полей и к любым моделям. Вот если мы сейчас зайдем во вьюху, да, блога, который мы писали, то мы тут тоже, если посмотрим, нет, не во вьюху, а в модель, то здесь, сейчас секундочку, тоже идет вот просто расширение, да, то есть ссылка многие к одному на стандартную модель юзер. Так вот, а задача, задача нашей модели юзера для того, чтобы написать такие вещи, как друзья, там фолловеры, и дальше там количество постов, кому они принадлежат, ленты, все что угодно. Везде, где надо будет идентификация пользователя, а учитывая, что еще один момент, что наша задача, почему мы так долго работали с блогом, потому что нам надо было четко разобрать, как работает Аякс, понимаете, почему, то есть, чтобы действия происходили без перезагрузки страницы, это архиважно. И мы еще во вьюхе оставили кучу дырок, где нужно вставить пользователя, и даже немножко где-то тут еще не дописали, но это мелочи. Просто на данном этапе нам действительно уже нужен профиль, во-первых, доработать вьюху более профессионально в блоге или в любом другом положении, ведь вы понимаете, на месте записи могут быть видео, аудио, переписка и так далее. Принципиально вы должны были уже понять, так как мы писали комментарии, где не просто комментарии, а комментарии вложены и так далее. Вот сейчас, смотрите, сейчас мы будем делать все очень просто, то есть мы думаем сегодня о том, что нам надо расширять. И получается, что если мы, допустим, заходим в модель, да, сейчас блог, да, и мы захотим добавить туда видеоконтент, потом, да, не статья, а еще видеоконтент, чтобы добавлялся, или аудиоконтент, или что-то еще, то, по сути дела, мы просто добавим новую модель и, смотрите, сейчас я покажу, и сделаем такое поле, которое будет определять автора, да, где будет опять же ссылаться на модель юзера стандартного. А в самом аккаунте юзера, сейчас мы посмотрим, в самом аккаунте юзера, мы опять же то же самое берем модель юзера, которая есть стандартного джанга, но видим, что здесь модель он это он и фил, да, один к одному, иными словами, расширение данной модели. По сути дела, здесь мы тоже можем бесконечно расширять, например, нам надо фоловин, друзья, там, все, что хотите, день рождения и так далее, картинки и все прочее. По сути дела, здесь замысел банально простой, есть таблицы моделей, которые мы разбирали, поэтому довольно долго курс идет, там же очень много уроков, мы же разбирали очень много джанга само. А дальше мы просто прописывали методы по умолчанию и уже во вьюхах будем делать все остальное. Описали отношения, сейчас будем немножко больше разбираться, да, то есть когда писать вьюху. И по сути дела получается прекрасно, то есть ни при каких условиях ничего не ломается, все просто можно расширять до бесконечности, так как каких-то там супер-упер действий мы не делаем. Как я говорил, еще раз повторяю, мы просто стандартную модель пользователя, которая есть, да, вот юзер-объект, который в принципе содержит по стандарту несколько полей. Это юзер-нейм, пароль, e-mail, имя и фамилию. Этого нам мало, так как мы хотим написать фолловинг, друзей и так далее, картинку поставить. Поэтому просто мы дополняем эту модель, расширяем поля один к одному. И получается, что, еще раз повторяю, это архиважно понимать, что никаких кастомных моделей на Django мы не строим. Поэтому легко будет переводить на будущую версию, допустим, повысилась версия, легко будет переводить на будущую версию. Легко расширять не только модель юзера, но и любые другие приложения, и по сути дела это удобство. Также нам надо будет написать систему регистрации, логин, потому что пока мы так просто авторизовывались через админку, грубо говоря. Но все это надо будет написать. На самом деле, просто, конечно, я мог бы дать тупо сайт, давайте писать сайт и все. Но смысл работать с сайтом, поэтому очень большое количество уроков нам пришлось, во-первых, как правильно войти в Django. Есть определенная система, которая предусматривает такие вещи, как вот я пояснял, вот на странице оплаты, если посмотреть, на странице оплаты, секунду, я в другом браузере наберу, чтобы отсюда не выходить. Она у меня скрывается, когда пользователь не авторизован. Я описал этот принцип, чтобы вы понимали, почему, потому что зачастую люди просто заходят и как-то там каким-то образом начинают ковыряться в этом Django. Не понимают ни документации, не понимают ни того Python и в конце концов пытаются запомнить Django это только выражение. С Python мы очень много работаем в группе, то есть есть возможность подтянуть Python и ребята делают, пишут довольно хороший код, то есть очень много вещей, которые происходят в группе. И что это за вещи можно посмотреть на странице видео крутой Python. Найдете обязательно здесь свои моменты, то есть чтобы человек начал понимать, что читать документации, начал разбираться в Python профессиональный и в других языках программирования. Это тоже часть школы. Но Django это уже чистая практика. И здесь от нас требуются какие вещи? Работа с документацией. Это основа. И здесь это работает... Сейчас я постараюсь найти запись. Вот писал парень, значит Андрей. Валерий, здравствуйте, хотел оставить отзыв о школе, точнее ее полезности. Благодаря вам я понял, что документация это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Хоть и не прошел все уроки на вашей платформе, а прохожу выборочно, сегодня сдал заказчику первый проект, небольшой сервис на Апина Django. В этом, безусловно, есть и заслуга школы. Это прекрасно. Так вот, поэтому школа нацелена на две вещи. Это работа с исходным кодом, где мы много проводим времени. Работа с документацией. Посему мы сейчас уже сразу посмотрели эту модель. И Django это практический курс, где мы воплощаем и работа с исходным кодом, работа с документацией, делаем это постоянно. Почему? Потому что нет смысла, как вот бывают курсы, да, я ни в коем случае никого не осуждаю, но вот часть курсов на что заточена. Сейчас я скажу, что на странице я говорил посмотреть, закончу эту мысль. Мы пишем там два приложения. Ребята, это прекрасно, но надо разделять некоторые вещи. Вот есть парень, Александр, фамилию не буду называть, вот сейчас у него пошло. Но до этого вот он пришел, вот убитый в школу. Говорит, я к вам пришел совсем убитый, потому что мы были на курсах, где мы делали там приложение на Django. Если кто-то думает, что вот я буду делать приложение на Django, я пойму. Django это всего лишь логика, понимаете, что она делает, приложение. Что после таких курсов можно сделать? Абсолютно верно, построить идентичное приложение, но при этом больше ничего не понимать. Посему я сказал очень важную вещь. Есть система, которая уже не один год, ведь Django уже, наверное, с десятых лет я даю. Есть система, которую я написал на странице оплаты, да, купить доступ. Да, кстати, есть индивидуальное обучение, но оно дорого, это вот дешево. Да, просто курсы, и можно заниматься еще бесплатно в группе, если вы активный. Есть система. Смотрите, если мы приходим в Django и начинаем нечто там строить в проект, ничего не будет с этого. Есть вещи, которые вот в курсе Django вот с этого и начинаются. То есть, вот пишем, начало работы Django, потом уже идет сайт, который надо знать. Эти вещи, они банальны и просты. Нам нужно научиться, кроме того, что работа с документацией, размышлять, да. Но чтобы размышлять, надо какие-то знания, от чего-то отталкиваться. Поэтому такие вещи, как URL, их всего 4 вида. В них надо разобраться сразу. Slack, ID, namespace, getabsoluted URL. Все это мы разбирались. Дальше, если мы посмотрим в курсе Django, второе, что я говорю, разбираться, это в классах. В классах, которые мы будем писать во вьюхах. Давайте я сейчас. То есть, в самих написании классов. Detail View, List View, Create View. На самом деле, если все банально просто. Ведь я привожу, говорю, ребята, давайте разберемся в одном классе. List View, он самый используемый. Дальше, когда человек входит в Django и смотрит вот здесь, очень большое количество привязок, да, то есть много-много классов. Ребят, но ведь школа Бовсуновского для того и существует, как многие ребята отмечают, они учатся думать, учатся программировать. И тоже здесь я расскажу, не так часто люди пишут мне, ну, не все пишут, где-то научился, пошел и там забыл про школу. Но есть ребята, которые все-таки не забывают. Вот как этот парень, да, Игорь Основ, год назад прошел курсы и в итоге начал все понимать. Правильно. Почему? Потому что мы учимся писать на разных языках. Наша основа программы школы, это работа с исходным кодом, работа с документацией. И если вы учились работать с исходным кодом, то тут ума, тут большого не надо. Просто, когда человек не умеет работать с исходным кодом, то понятно, он не знает зачем. А не умеет почему? Да причина проста. Да. Всегда я говорю одну и ту же причину. Ну, во-первых, открываем, да, любой файл, это вообще тога открыта. Что человек видит? Здесь некие там записи, да, но на самом деле в первую очередь человек просто прошел, просвистел функции, да, и не знает. А функции это те же методы дальше, пошли только с эльфа. Если бы он научился читать то, что мы учимся в школе, параметры, и пошел бы нормально заниматься Python, потянул, то в конце концов он бы разобрался. А сейчас мы зайдем, вот, допустим, в код, да, Django на GitHub, и возьмем вьюхи, да, вьюхи возьмем генерик и лист вью. И если мы промотаем лист вью, то, как мы видим, здесь мы никакого кода не видим. Но что мы видим? Правильно, мы видим миксины и база лист вью. Если мы посмотрим миксины и база лист вью, я сейчас не буду в это вдаряться, есть ребята, которые разобрались, то, оказывается, в принципе, все работает на миксинах. Где-то больше методов, где-то нет, меньше. И, по сути дела, в большинстве случаев одни и те же методы. Поэтому, когда мы основательно разберемся хотя бы с одним классом, я предлагаю лист вью, да, с этими всеми методами, get-key reset, get-concept и так далее, то, по сути дела, все остальное будет писаться по принципу. Дальше смотри документацию и просто пиши. И не надо дурить мозги. Это и есть смысл, что перед уроками Django должна быть определенная подготовка. Плюс мы добавляли, помните, URL. И смотришь ты, мы начинаем, добавили модели, уже начинаем соображать. То есть у нас появили знания. Вот теперь мы готовы писать сайт. А писать сайт на Django, при этом не зная толком Пайтона, не умея читать исходный код, не умея разбираться в документации, а тупо повторять, ребят, с этого выйдет единственное, что вы сможете повторить то, что вы написали. Но свободно писать вы никогда не будете. До того момента, пока что-нибудь, пока не измените подход. Вот в школе основное, что происходит, это школа помогает изменить подход к программированию. Это должно все приводить к тому, что ошибок больше не боюсь, наоборот, падает, исправляя смысл глазами искать библиотеки или непонятный код. Иди смотри исходник и не понял тогда доки. То есть вот рассуждение нормального программиста. Абсолютно верно. Почему? Потому что он читает документации, потому что дальше он описывает, что я вот посмотрел на собеседование, задал вопрос, что такое сельф, и ему начал рассказывать человек то, что он почитал на переполнении стека. Иными словами, разную чушь, кроме того, что есть реальность. Почему? Потому что документация ведь ничего не понимает. Так ли это страшно? Не уверен. Документация совершенно не страшна, если мы подходим к ней правильно. Ну давайте хотя бы для примера. Вот у нас есть документация, вот частое использование, один из самых использованных это shortcut, то есть частые функции. Я постоянно привожу пример. Смотрите. Часто используем функцию getObjectOrg404. Иными словами, получить объект, на месте объекта это будет страница или там все что угодно, видео, аудио или так. Иными словами, объект, который будет давать модель. И здесь, если бы мы прекрасно разбирались в параметрах, прекрасно понимали, что это обозначает, то мы бы сразу посмотрели, абсолютно передается модель, дальше любые позиционные, либо именованные аргументы. Если бы мы пошли дальше, то здесь бы был поиск. Иными словами, происходит поиск. Где мы видим, да, класс, здесь четко написано, модель, менеджер, керюсет. Иными словами, здесь перечислено три варианта. То есть обычный менеджер, либо керюсет. А опять же, для человека, который не работает с исходным кодом, это будет совершенная белиберда. Но если бы... Ну не буду лезть уже в документацию, чтобы не тянуть видео, да. Сейчас тут посмотрю. Вот оно и здесь есть. Ну, по сути дела, там то же самое написано, что написано вот в методе getkereset получить. Если бы мы залезли в исходный код, то мы здесь видим, да, какие вещи. То есть, керюсет присваивается, то есть, извлечь конкретно этот керюсет, это выборка, да. Сама по себе выборка имеет тоже свои методы. Вот эти методы, их куча, да. Но давайте посмотрим исходный код. Здесь написано, да, объект. То есть, метод по умолчанию мы видим керюсет аль. Да, именно этот аль, который здесь, то есть, извлечь еще по умолчанию, который извлекает. Ничего сложного, да. Дальше. Дальше. Следующий момент. Ну, здесь сам вопрос, смотрите, в чем заключается. Что мы, исходя из исходного кода, видим, как писать код. То есть, в одном случае, вот сейчас я покажу, чтобы понимали новички. Чтобы понимали новички, о чем мы говорим. Смотрите, есть подход, когда извлекается все при помощи менеджера. Я не вижу, тут есть у меня. Но есть подход, когда напрямую идет обращение к методу. Иными словами, вот здесь, допустим, юзер определено запросить юзера. Да, мы видим здесь атрибут юзер. Далее, сохранить посты в данном случае. Используется переменная юзер. Далее, используется метод блок пост сейв и сразу аль. С другой стороны, сейчас я, наверное, тут и не использовал этого подхода. С другой стороны, есть подход. Такой более, а, вот. Get Keroset, да. То есть, идет модель пост, обжиг, да. И дальше там идет фильтр. Но, это будем говорить более грубый пример. Иными словами, вот здесь именно это и написано. Да, если мы начинаем работать с документацией, то мы дальше понимаем. Вот написано, Keroset, можно извлечь модель. Default менеджер. Это и есть Default менеджер. Это вот вещь. Где она делась? Это вот вещь, которая называется Objects. Иными словами, утилита, которая может извлекать таким же образом вот эти вещи, Keroset, выборки. В данном случае мы их смотрели, да. Допустим. Фильтр. Мы его, конечно же, здесь найдем. Вот он, да. Фильтр. То есть, можно почитать, что он делает. Но понятно уже из названия, что он нечто фильтрует, по крайней мере, самое прямое понимание. И оно верное. Фильтровать по автору, выборку дальше, выбрать по дате обратном порядке. Но ведь, смотрите, все это, если мы... А в школе мы занимаемся с исходным кодом и с документацией. Если бы мы немножко работали с исходным кодом, то, в принципе, в принципе, мы это бы уже все считали. И здесь это... Сейчас, наверное, начнете уже видеть, по крайней мере, эти мелочи. Это мы берем просто какой-то простой метод. Get-Keroset. Выбрать, да. Выбрать конкретный объект. И еще раз повторяю. Мы видим, после того, как определена переменная кересет, еще раз говорю, идет сначала проверка принадлежности к классу, чтобы была одна и та же модель. Это, кстати, в школе, в группе мы тоже работаем. Да, я даю задание, что посмотрите то, посмотрите это. Вполне нормально ведь. И важно проверить, почему, что если мы работаем с моделью, допустим, пост, нам важно проверить, чтобы данные поля модели, которые здесь есть, в этом самом посте, да, чтобы данные поля модели, они относились конкретно к этой модели. И методы модели относились конкретно к этой модели. Но все это начинает потихонечку пониматься, когда? Да, когда мы начинаем работать с исходным коном. Поэтому, в принципе, становится на место сразу, что логично ведь проверить, что выборка принадлежит... А, в данном случае, я немножко по-другому скажу, в данном случае проверяется сам класс кересет, да? Все вполне правильно. Сейчас поясню. Ведь, когда в бита, что мы можем брать выборку, да, переменную кересет, и, значит, сразу применять метод. Откуда разработчики джанга, что мы там понаписываем под кересет? Ведь это джанга не запрещает, какие вещи. И мы начинаем их писать, да? Смотрите. Там я объяснял одно, сейчас вот этот момент покажу. Мы начинаем писать, например... Чтобы более попроще пример дам. Смотрите. В данном случае... В данном случае... Пусть это будет даже называться не кересет, да? А будет Total Comments. Дальше переменная HandlePage, которую мы определяли вверху, да? Вот именно функцию, которую я показывал в шуркат. Да? Извлечь объекты. Если нет объекта, то показать исключение. И дальше идет у нас Comments.Blog, сам метод, который в моделях описан. Дальше вот он, AL, да? То есть уже пошла выборка. Иными словами, в данном случае джанга должно проверить, что этот AL относится именно к выборке моделей джанга. К выборке моделей джанга. И именно под этим имеется в виду именно вот эти методы. То есть класс кересет. Потому что дальше, если мы посмотрим, мы видим, что просто должен быть класс. Название здесь уже не будет иметь значения. Sales, class, name. Да? То есть, по сути дела, переменные могут называться совершенно по-разному. Да? Закончим на этом. Я просто хочу, чтобы вы поняли ценность на данный момент. Да, новички будут сейчас смотреть и думать, когда я это научусь. Ребят, я тоже лет 14 назад думал так. Но если бы я тогда, мне это говорили, я делал, была бы совсем другая картина. Не было бы того, что я начал понимать программирование через 9 лет. Сегодня участники школы за 1-2 месяца уже совсем другие результаты. Кто, конечно, работает с документацией, работает с исходным кодом, делает занятия, задания в группе, стараются. То вот на этой странице, где я показывал, можно видеть результаты. Да, ребят, посмотреть видео. Оно будет в описании, кстати. Давайте еще немножко расскажу. Ну и про дефалт менеджер мы тоже говорили. То есть, по сути дела, именно посмотрев исходный код, мы уже... Что здесь фишка? Мы уже понимаем, как писать вот этот метод. Ведь вот он ответ. Большинство людей вот этого не понимают, что именно в исходном коде закладывается, как писать. Не так, что вы пришли на курсы и вам преподаватель там будет рассказывать, давайте писать приложение, да? И начинает там... Мы написали первое, второе, третье. А откуда что берется? Почему это так? Вопрос, почему, не задается. Так вот в школе это основной вопрос. Почему мы делаем так? И если лучше, проще человека научить понимать исходный код, и он сам сделает выводы. Один раз. Но он это будет применять абсолютно к любой библиотеке. Ведь совершенно не важно, на примере чего изучать. Мы изучаем, на примере ТОГА, профессиональный код, она попроще. На примере Джанга. И на примере Пандас иногда. Очень-очень много работаем. К чему я хотел сказать. Ребят, я не видел людей, у которых не получалось программировать в школе. Да, у них были разные уровни. Да, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но я не видел людей, у которых вообще ничего не получалось, если человек хотел. Уже были разные ребята. Ну, допустим, если я возьму даже пример, когда человек пришел с полного нуля. Вот возьму в группе, да. В группе. Сейчас я в группе найду. Просто покажу вот реальных людей, реального человека, который вообще с нуля пришел. У него очень туго шло. Но дело пошло потиху. Вот, Сережа Филькин. Я просто возьму это в группе. Я рекомендую. Пришел человек в школу совсем с нуля. Введите вы, вот, Сережа Филькина в группе логин. И посмотрите, что он делает. Не надо его повторять. Просто посмотрите, насколько человек начал расти. Он работает в группе. И если посмотреть еще его задания, то когда вначале он вообще ни Бенни, ни МЭС не мог связать, то потом он начал уже для себя распределять. Перепишите, добавьте, то есть задания. Он начал четко все расписывать. Иными словами, человек начал понимать, о чем идти. Дальше, как я учил, работать с исключениями. То есть человек начал понимать, что есть программирование. И на выходе, что у него? Исключения ожидаемые. Что он делает, он понимает. Посему вот такая именно кропотливая работа подводит к тому, что мы начинаем работать с исходным кодом. И как происходит в школе? Ведь с кондачка, вернусь к той мысли, что вы пришли на курсы, я не осуждаю курсы, я не хочу выделить школу. Почему? Ну, я сейчас объясню. Потому что вот в школе пока есть, я буду менять дизайн, но есть, допустим, статья, как я научился писать код. Да, если в кабинет зайти, на любую ссылку нажать, потому что есть просто, тут разделен доступ, но само меню кабинета, оно открыто. Просто вам не будут показываться уроки, если у вас нет доступа. Как я начал писать код? Вы знаете, начиная с 2008 года, в принципе, в 2017 году я смог себе ответить вот внутри, что да, я программист, я могу писать код. Но до этого прошло 9 лет. Зачем ждать? Потому что первое, что я первые 4 года изучал Python, не подключал никакого языка, поэтому работаем с разными языками и так далее, и так далее. Тут очень много тонкостей, очень много видео, вторую ссылку дам. Вот вы пришли с нуля, чтобы понять, как работает школа, что есть школа, как уроки дает Бовсуновский. Вот Python с нуля. Здесь достаточно видео, чтобы въехать и получить, вот что мне делать прямо сейчас. Самое главное в программировании, это не то, что вы там что-то делаете, а что происходит в школе. Как правило, я определяю причину, что человек тормозит, и даю эти задания, и все, идет прорыв. Кому-то надо помочь, собрать просто в голове, кому-то надо, значит, направить, кому-то с нуля, что долбить надо сейчас. Я сейчас уже забуду, сколько я ссылок понадавал, поэтому я секунду сейчас помечу. Теперь я продолжу эту мысль, да. Смотрите, вы решайте сами, я не буду вас убеждать, да, но вы вот отвечайте сами. Ну вот представьте, очень много людей просто приходят и пишут на курсах, например, там, мы пишем там три приложения. Иными словами, ну написали, и что? А ничего. По одной простой причине, то что значит разбираться в программировании? Это когда вот я открыл исходный код и понимаю, как я буду писать этот метод. Вот что значит разбираться. Но просто повторить, да, можно, да, можно. И так делает большинство. Большинство как делают? Скопируйте этот код. А откуда же будет понимание? Вот когда Сережа Филькин начал вот это вот все дело проделывать, потихонечку пошло. К Сереже такой подход. Правильно. Ну пришел парень, допустим, Денис, да, Латыпов, второй курс универа. И я ему сказал, а ты мне принты не пиши. Он СИ соображает, он Пайтон. Я говорю, нифига, ты что, хочешь дубом? Как большинство выпустится и будет ни Б, ни Б, ни документацию. Если ты пришел учиться, универ одно, это программа, а программированный тебе, ты хочешь стать программистом. Поэтому ему, конечно, планка в раз 10 выше. Но кроме этого, я, у меня соображение такое. Сережа посмотрит, Сережа на своем уровне. Он делает своим. Но будет Денис писать, там код немножко покруче. Но для Дениса, я говорю, плохо. Почему? Потому что на четвертом курсе ты должен свободно писать на любых языках. Значит, надо брать уровень этот и увеличивать. Как его увеличивать? Вы сейчас смотрите видео и говорите, вот Бусановский говорит, увеличивать. А как увеличивать? А банально просто. Так, что-то я еще хотел вам сказать. Ага, вот банально просто. Крутой Python. Вот берем, специально записал несколько уроков, пишите такой код и будете крутым программистом. Ребят, так смотрите. Ведь логика банально простая. Сейчас я закончу ту мысль. Я хочу, чтобы вы просто прониклись и поняли, и решили, а что вам выбрать? Как вам заниматься? Здесь мы разбирали, что ТОГО. ТОГО, да? То есть сначала вот берем код одного из ведущих разработчиков Джанго, да? ТОГО. Значит, надо начать смотреть вообще этот профессиональный код. Начать его читать. И теперь давайте записывать вообще, а вы себе отвечайте. Я беру два варианта, а вы выбирайте. Вот вариант первый. Как везде. Или как тады. Знаете такой анекдот, да? Вариант первый. Который заключается в том, что вы приходите... А теперь я с вами буду говорить подход мой, да? После 14 лет. Итак, подход первый. Вы приходите, да? И просто изучаете по принципу, как это делает большинство по книжному принципу. Встав и скопируй код, и вот будет это. Встав и скопируй код, и будет это. Единственное, на этом методе вы точно построите такое же приложение, ни больше, ни меньше. Писать вы не сможете. Если вы ставите себе задачу писать, стать программистом, то и подход должен быть другой. Давайте пойдем с конца, но буду... Кстати, как всегда, я не готовлюсь, просто рассказываю. В первую очередь начнем с того, вот если взять, да, Джанго, начало работы Джанго. Я это рассказывал, да? Сначала въехать в фреймворк и изучить. Но, смотрите, ведь я не сказал главного. Въехать, изучить URL, изучить модели и изучить, как работает класс база Vue, да? Но я же не сказал, когда у вас в Python все в порядке. Но ведь большинство новичков в Python не бы не мы. Поэтому они говорят, а что в исходном коде, я там не понимаю. Правильно. Поэтому, наверное, надо система, которой нужно заниматься. Первое, что нужно, это система работы с кодом. Я покажу на практике, что это такое. Вот люди понимают. Вот Дима с вами Торнадо, да, да, вот пришел. И, кстати, про него можно тоже посмотреть. Здесь целых три видео. Вот человек пришел, наверное, тем летом. Написал, что функциям я не отдавал. В общем, грубо говоря, кол с минусом человек не программировал. Через пять месяцев начал прекрасно уже читать код. И что же дальше произошло. А дальше я говорю опять плохо. Потому что дошли до класса, надо понимать, что такое атрибуты. Но человек растет. Понимаете? Иными словами, учитывая систему, нам будет подвластен любой язык. Вчера Игорь Лиситин со школы, один из участников, когда-то я давал котлин очень серьезный, вот он пошел в этом направлении, да, и он дал язык программирования. Да. Может, неправильно прочитал, но это не важно. Понимаете? Я вчера зашел, я что-нибудь сделаю, наверное, с уроками, с этим, да. Но давайте зайдем в документацию, просто чтобы вы понимали, какой второй пункт. Вот у нас ланг, вот у нас фанкшн. Почему фанкшн я открываю? Потому что у нас есть вообще два варианта прохождения языка. Я на примере Python покажу. Вот первый вариант, который используется, как правило, везде. То есть есть туториал, и пошли сначала до конца. В результате получается что? Получается то, что человек вообще ничего не усвоил, пока дошел до середины, все это дело забыл, да. И получается, что зацепиться то не за что. Посему вот такой способ вы будете изучать. Он относится вот к этому пункту, да, изучения, если Python, то изучение подряд. Как только не говорят преподаватели в этом случае, давай, давай, провалится. Что провалится? Человек должен понимать смысл, изучение по порядку. Это ваше дело. А я говорю, не, ребят, дело не в этом. Так откройте файл, берем тога. Что вы здесь видите? Dev, dev, dev. То есть мы видим ключевое слово функции, в данном случае это методы. Но если эти dev здесь почему-то стоят, значит их и надо научиться читать. А все остальное, что идет в структуре языка, типы данных и так далее, оно все сюда вкладывается. Тогда появляется смысл. Но смысл функций, как я объяснял вчера статью, писал, она тоже будет здесь. Так, ну это сложновато. Так, не здесь в группе. Группа будет. По функциям, да, вот эта статья я тоже вбиваю, будет. Смотрите, сколько много, оказывается, надо. От выстраивания системы, вот здесь описан кусок системы работы с кодом. Вот то, что я конкретно... То, что я конкретно имею в виду по системе работы с кодом. Кстати, в школе есть в разделе разработка. Потому что у меня один человек спросил, а почему в системе разработка система работы с кодом? Так это потому, что имеет прямое отношение. Самое главное для новичка это выработать, как я буду работать с кодом. Тогда я буду его либо понимать, либо не понимать. Потому что, когда мы занимаемся год или там пять месяцев, и при этом у нас нет изменений, да, то значит надо что-то менять. Вот в этом и смысл школы Бовсуновского. Изменение подхода для конкретного человека. Ну, ребята работают в группе, помогаю изменить. Так вот, здесь общее, но есть конкретное. Если взять конкретно эту статью, вы прочитаете, да, то по сути дела здесь вы поймете информацию о параметрах. Но сюда надо еще добавлять на самом деле, что одних параметров мало. Еще есть три вещи. Объект, тип, значение. Вот когда мы начинаем на элемент смотреть с позиции объект, тип, значение, давайте откроем попроще код, то мы начинаем легко разбираться в коде. Мы смотрим в данном случае тот же ини, да, и начинаем интерпретировать все это. То есть, первое, второе, третье. Я сейчас не буду это проговаривать. Но пример покажу. Вот у нас есть self-элемент, присвоит значение z, и дальше пошла итерация. То есть, если я задаю вопрос, что передо мной за объект? А объектом в статье я рассмотрел, мы считаем, вот пока вот оно здесь, это не объект. Это просто код. Он станет объектом, когда будет присвоено какое-то значение. Иными словами, объект переместится в память. Вот тогда он становится объектом. То есть, дальше мы все это начинаем наблюдать, элемент, когда эти объекты начинают превращаться в реальные объекты, когда идет момент выделения памяти, присваивается значение. Вот это итерейбл, это объект. Почему? Потому что ему уже присвоено значение ноны. То есть, ничего. Но это объект. И объяснение здесь это простое. И этот, если это понимать, отвлекусь, используется в джанго. Ведь, почему в джанго-моделях мы пишем, допустим, бланк true, 0 true, то есть, 0 истина. И пишем это в фотографиях, в числах. А банально просто. Не может быть память пустая. Была у человека фотография. Человек удалил фотографию. Ячейка в базе данных какая пустая. Может она быть пустой? Не может. Конечно, базы данных умные на данный момент. Если там что-то было, они чего-то там попытаются поставить. Но мы ставим в джанго, и поэтому пишем 0 true, то есть, 0 истина. Удалили фотографию, заполнилось нулем. Да, фотографии нет, но объект 0, который, то есть, ничего, есть. И что передо мной? Я смотрю объект, тип, значение. И сразу это все происходит моментально. Но я когда смотрю, я определяю set множество. Тип set для меня говорит, что есть методы, которые работают только со множествами. И я их уже могу посмотреть тогда на сайте Python. Если я зайду, легко, Libre Reference, беру просто-напросто функции. Я точно знаю, так как я не первый раз, что здесь есть функция set, и я могу читать, то есть, что в нее входит. И дальше пошли другие вещи. Дальше пойдут методы. То есть, тип, что это множество, для меня дает ответ, какие могу операции я проводить. Но я себе это ответил моментально. Это архиважный момент. Множество. Значит, что это за объект? Я говорю, пока это не объект, пока это просто код. Объектом он станет когда? Когда переместиться в память. Память пустой быть не может. То есть, у нас должна появиться ссылка на объект, или можно говорить по принципу C++ указательный объект. Вот когда объект размещается в памяти, тогда он становится и объектом. И мы можем понять. То есть, объект, тип, значение. И в данном случае мы видим, да, что с объектом происходит. Я понимаю, для меня понятно. Так как элемент работает со множеством, значит, объект. Какой у меня получается? Я беру тип, это работа со множествами. Раз. Второе. Объект. Объект элемент, и он выполняет следующую работу. И бла-бла-бла. При этом я учитываю, что метод, допустим, контент, но до этого я сказал, что ведь это должно, мы разбирали, да, тоже соображаться. Смотрите. Ведь я не пойду сейчас дальше, чтобы вас не путать. Иными словами, прочитаете статью, это поможет понять, но это система работы с кодом в этом конкретном случае, работе с функциями. И вот здесь я открываю тот же Dart теперь. Смотрите. Если я работал с параметрами, вы прочитаете статью, будет понятно. Я ее отметил. Теперь я могу открыть язык программирования Dart. Я его открывал, но он убежал. Я его вчера увидел первый раз. Но смотрите, что я делаю. Я открываю документацию. Кстати, я уже написал. Вы можете посмотреть, да. В общем-то, честно, я в него влюбился сразу. То есть, я вот написал. Но я первое, что открыл, я открыл ланг, открыл то, из чего будут состоять методы и функции. Что я могу видеть? Первое, что меня интересует, что здесь есть функции, я уже увидел. Функции в стиле C++. Мне это очень нравится. Это просто, это понятно, это без лишнего геморроя. Но с другой стороны, он простой язык. Дальше я выясняю, а что есть параметры. Давайте переведем и посмотрим, что мне дает выяснение. Объекты ориентируют язык, поэтому даже функции являются объектами. То есть, понятно, как и в всех современных языках, как и в Python. Но тут я для себя вкладываю, что 100% в этом языке объектом будет являться то, что в памяти. То есть, то же самое. Имеет тип function. То есть, я понимаю, что здесь тип есть в функции. Дальше, что я читаю? Дальше я читаю то, что относится к какому-то Dart, или к какому-то Python, или к какому-то JavaScript. Далее я читаю, что этот язык, тут нету этого, но я читаю, поддерживает функции высшего порядка. Иными словами, ответ когда, что передаются в качестве аргументов. Вот если бы я изучал функции, допустим, функции высшего порядка, мне это надо один раз изучить. Просто это реализовано своим образом в JavaScript, своим образом в Dart, своим образом в Python. Но принцип везде одинаковый. Что здесь сложного? Поэтому функции и сами вещи, вот эти, которые опираются над функциями, они изучаются один раз для всех языков. Скажите, это сложно. А ведь большинство, какой мне язык учить сейчас, какой завтра? Поехали дальше. Дальше мне надо просто выяснить, что такое параметры. Смотрите, что я. Функция может иметь любое количество требуемых позиционных параметров, за которыми будут следовать именованные параметры. Я вижу чистый Python. То есть я вижу, что параметры взяты с языка программирования Python. Возникли ли у меня сложности с написанием? Нет, не возникнут. Уже понимаю, как писать. И дальше мне достаточно сделать то, что научил правильно, научился Сережа делать, что выяснить при помощи исключения основные правила. Мне даже читать не надо. Мне надо понять, можно ли ставить именованные перед позиционными. Итак, это все я могу выяснить в течение двух часов, посидев с функциями, поработав. Документацию даже читать не надо. Это просто надо при помощи исключения выяснить. Вот. То есть мы открываем и пишем, да, в нашем, что, наверное, нам надо добавить разные языки программирования. И в чем задача добавления языкового программирования? В том, что все языки программирования абсолютно схожи. Вопрос синтаксиса, он даже не стоит. Ну, написал раз-два, научился. Но в каждом языке есть функции и есть параметры. По сути дела, мне надо было разобраться всего лишь в параметрах в другом языке. Потому что то, что касается функций, работа передатчика к аргументу, то есть функции высшего порядка, и я еще больше себе ответил, что это значит поддерживать функции обратного вызова и бла-бла-бла. И так далее. Видите, сколько много? Разные языки. Только так доходят. Поехали дальше. Но ведь еще немаловажный момент. Если мы хотим писать, это я тоже видео дал, то сначала вбейте вы себе профессиональный код. Если вы будете писать некие примеры, да, и при этом не обращаться к профессиональному коду именно со стороны исходного кода, то вы всегда будете где-то там внизу, а при этом думаете. Вот, наверное, если я написал там print, там, а, а присвоить значение 5, 5 и print а, то сделали второй пример, третий, я когда-то стану программистом. Станете, если измените подход. Вот, если будете смотреть простые примеры, но при этом не вдаваться в контекст, как пишутся реальные приложения, не станете до того момента, пока не измените подход. Почему здесь мы добавляем, мы не будем, я напишу, исходный код, исходный код, второе, кроме исходного кода, профессиональный код. Мы откроем сейчас кусочек кода на джанго и поймем вот этот смысл. Детки Ресет, я мог тысячу раз, да вон из инстанции, я мог тысячу раз смотреть, зачем мне метод из инстанции, вообще многие там пишут, вот из инстанции, а какая мне разница, что это за метод, если я должен понимать смысл, зачем он применяется. И если я открываю работу исходным кодом и вижу, if resistance ordering CTR, да, то есть, вот теперь я могу зайти и посмотреть, а что это за метод. Для меня сегодня сейчас очевидно, что здесь должна быть проверка типа строка. Понятно, что в данном случае должна быть именно строка, не число, не список, не массив, ничего, а именно строка. Вот именно поэтому идет проверка. То есть, при выборке, да, мы выбираем. Я говорю сейчас о чем? О контексте. Что, почему мы работаем с исходным кодом? Почему? Потому что, если вы думаете, пришли, вот он сказал, вот иди, да, так и происходит. Но происходит все немножко по-другому. Сначала я говорю, бери и долби параметры. Долбил, долбил, потом смотришь, ты уже осмысленно. Он их на лету читает, понимает, что. Но происходит и второй момент с этим. Был дуб-дубом, открыл документацию и начинает что смотреть? Правильно. Открывает то, что было попроще. Шоркаст. И начинает что в документации смотреть? Правильно. Он в первую очередь начинает смотреть параметры. И ему становится понятно. Класс. Обязательный позиционный параметр. Требует обязательный позиционный аргумент. Ответ. А что за аргумент должен быть передан? Так вот он, модель. Все становится на места. При этом то, что мы видели в документации, то везде одинаково там есть. Либо менеджер, либо керусет. То, что мы раньше с вами рассматривали. Теперь это читаемо. Почему? Потому что я сложил документацию, исходный код. Мне осталось вывести, как происходит. Я вижу GET, вижу метод HTTP, то есть получение страницы, проще сказать объекта, чтобы было понять страницы. Либо возвращение исключения. И если я открываю GET, то я вижу, что здесь. Идет поиск. Дальше я могу прочитать, как поиск. Идет пример. Если открываю документацию, не документацию, а уже в юху, то в принципе все становится на места. Вот он поиск. Вот наша модель. А вот ID. Здесь уже идут знания по Django. Модель со своей стороны сохраняет ID, как и Python ID, есть любой тип данных. Модель сохраняет запись ID, ведь ее надо найти. Запись там 5, 5, 5, 12. А своей стороны Django делает ПК. Чтобы Django понимала, где искать, я говорю, ID присвоит значение ПК. Это в данном случае и есть параметр поиска. И дальше идет фильтр, фильтровать, то есть уже идет пошло ОИС, выбирать по ID, по записям. То есть конкретно идет GET объект, то есть обращение страницы, выборка с модели POST. По ID. Все банально просто. Но ведь это не становится от одного чтения Django. Это совокупное. Я хочу, чтобы вы услышали. Этот метод обучения Бовсуновского, который отработан в течение 14 лет. И начал я им полноценно работать когда? С 17-го года. С 17-го только. Когда я начал программированием заниматься. С 2008-го. Чувствуете разницу? Поэтому как изменить подход и как направить? И здесь сказать. Это совокупный подход. Поэтому здесь мы пишем уже еще документация. Понимаете? Теперь я вам задаю вопрос. Простой. И вы станете в тупик. По одной простой причине. Я вам задаю простой вопрос. Вот вам подход 1, вот подход 2. Это не все здесь написано. Что есть работа программиста? Что есть для вас работа программиста? А теперь, пожалуйста, ответ очевиден. Вариант первый, вы по нему учитесь. Проходите по порядку и повторяйте за кем-то. А скажите, пожалуйста, что есть для вас работа программиста? Прочитать как Достоевского язык? Или повторить что-то? А может быть работа программиста иное? Так вот, досмотрели до этого момента? У вас сегодня, вот тут можете ставить лайк. Вот сейчас происходит изменение. Возможно, многие для себя задали первый раз этот вопрос. Раньше они читали, да, что когда я стану программистом? Когда там научусь, там одни пишут if, else. Другие пишут, когда я напишу первое приложение. Третьи пишут на свой уровень. Люди пишут, что я стану программистом, когда начну помогать другим. Ребята, есть простые вещи. Документация, исходный код. Два пункта, если они у вас выпадают, то вы не делаете работу программиста. А теперь думайте, как вам учиться, что бы вы выбрали. Так вот, поэтому моя система дает результат. Потому что я сказал, что это совокупность. Это и работа в группе, это и работа по урокам. Это все совокупно. Потому что нельзя так прийти, вот давай мы сегодня исходный код откроем, и все мы понимаем. Не получится. Если человек пришел с нуля, получится двигаться так, как двигается Сережа вначале, да. Но это движение будет 100% вперед и 100% успешное. Почему? Потому что здесь все связано с жизнью и с реальностью. Когда вы изучаете, например, таким способом, как делают большинство, я не осуждаю. Я еще раз говорю. Я просто рассказываю, что я очень много лет занимаюсь обучением программирования. Когда мы изучаем подряд, скажите, пожалуйста, пример далеко не надо. Кто сдавал на права и учился, сидел, теорию учил, да. Скажите, пожалуйста, много вы научились в машине разбираться, пока сидели, плакатики смотрели? Ничему не научились. А вот взяли ключ, открутили и навсегда запомнили. Посему изучение подряд, теоретическое, оно ничего не дает. Как правило, я называю эти вещи занять людей программированием. Ведь чем-то занимаемся, вроде что-то кода пишем. Это неэффективно. Что является эффективным? Эффективным является, когда мы, то, что мы собираемся изучать, оно полностью соответствует реальности. Пришел человек, я говорю, долби функции, долби параметры. Следующий шаг, который, почему я ему задал этот вопрос? По одной простой причине, потому что, когда он откроет любой файл, там и будут везде методы, либо функции, и в любом языке, и будут параметры. И первая задача у него есть конкретная, считывать на лету. Отлично. Дальше можно сделать следующий шаг. Написать функции на нескольких языках программирования и понять, что в принципе они одни и те же, только разный синтексис и разные параметры. Но человек может писать, он уже понимает, как подойти к другому языку. И это идет постепенно. Сначала параметры, дальше пошли методы, дальше, в общем, у каждого все по-разному на самом деле. Вот такой способ дает смысл человеку. Он понимает полностью, зачем он это делает. А то, что человек там изучал некие типы, а я говорю, а типы изучаются в три этапа. Первый этап типа изучается знакомство, когда ничего не понятно, но зачастую на большинстве курсов изучили и забыли. Второй, когда функции, и третий, когда классы. Вот только когда классы, типы и работа с методами, где-то есть видео я рассказывал, пока не буду больше внедряться. Вот тогда вы будете писать прекрасно и писать уверенно. То есть все должно объясняться. Так вот, сколько мне пришлось отвлечься на питон, чтобы мы сказали, да, вот таким способом с джанго мы можем работать профессионально. Потому что здесь те же методы, те же параметры. И представьте, вот тогда, тогда имеет смысл разбирать и можно говорить, да, В данном случае, если человек работает с документацией, с исходным кодом, параллельно подтягивает язык, работая с другими языками, он может рассчитывать на то, что язык для него становится узнаваемым, понятным, и он может рассчитывать на то, что он станет профессионалом. Что я сказал? А многое сказал, ребята. Потому что в большинстве случаев люди не понимают, от чего зависит успех языка и каким образом к этому подойти. Ну что ж тут, 14 лет, 15-й год скоро будет. Заканчиваем, возвращаемся с джанго. Мы сегодня готовы. Во Вьюхе мы разобрали АЯКС. Мы сделали большой упор на написание представлений, что нам дало большую возможность вообще профессионально подойти и разобрать вот эти все представления, которые мы писали. Теперь, в принципе, мы готовы довольно просто подойти и написать профиль. Профиль нужен абсолютно для каждого сайта. У кого-то это будет малая функциональность, у кого-то большая, но 100% вам захочется, чтобы на вашем сайте, который вы пишете для себя, для организации, и будут приходить, а напиши то, а напиши это. Так вот здесь мы рассматриваем прекрасный способ, как расширять, да. И мы готовы писать и фолловеров, и друзей, и картинки, и общую музыку можете писать. Все будет писаться по одному и тому же принципу. Только меняйте контент. Если вообще можно сделать потом круче, сделать наследование, ну, я не буду в это вдаваться. Принципиальная модель у вас будет. И вот мы к этому готовы. Но, как видите, получилось видео такое, что я рассказал, когда человек может рассчитывать на профессиональное, да, то есть, как ему надо заниматься. Вот такая вот петрушка. И я понимаю, многие приходят, ой, там сайты, ну, на что есть время. Я могу вообще забросить группу, допустим, туда у меня будет много времени, или забросить уроки и заниматься. Я стараюсь делать спокойно, в определенном ритме, посему, где-то надо дорабатывать сайт, это понятно, не везде красиво. Но, в принципе, я на этом, ребята, честно сказать, не заморачиваюсь. Это мой принцип. Вот, кто пришел, учится, они меня понимают, да, то есть, ребята растут, потому что очень много работы происходит в самой группе. Один приходит с нуля, другой приходит, надо просто до кучи все собрать, у каждого разного. И недавних пор будет продолжено. Начали си, пока тут оно в бесплатных, будет много в бесплатных. Кстати, по джангу, вот здесь 41 урок, можно посмотреть бесплатно. Я, кстати, вот это, люди приходят, смотрят, а потом приходят в школу. И говорят, потому что сначала говорят, а вы знаете, мы, как ваши ученики, вот, расписывают код, не можем. Вот тут я хотел бы еще кое-что добавить, ребята. Очень интересная вещь получается. То, что я говорил, там Дима своей торнадо научился. И, ну, и многие его, Сережа Филькин, учатся этому сегодня. Вот тут есть конкретные должны быть результаты. То есть, предварительно идет не написание кода, а чтение. Ребят, ну, вообще, это вообще очевидно должно быть. Но тогда объясните мне, если при первом подходе мы вообще не бываем документации, потому что мы там не понимаем ничего, да. А на самом деле ведь причина не в том, что вы не понимаете. Вы просто не знаете, как подойти к этому исходному коду. Вот я как раз вам рассказал, как это происходит в школе. Вполне просто и вполне реально, да. То есть, по кусочкам постепенно и надо знать, откуда зайти. В это и есть понятие изменить подход. Вот это главное программирование, изменить подход вот на тот, который я вам дал выбор. Пока мы не читаем код, о каком написании может идти речь? Ну, как вы видите, само чтение кода, оно складывается из многих вещей, да. То есть, мы не можем просто проснуться, а завтра, вот завтра буду читать код. Нет, это спокойная работа. Справиться с ней может абсолютно каждый человек. Почему? Потому что, когда есть понятие, как идти. Я не видел людей, которые не справлялись. Просто у каждого это будет свой путь. Но это быстрый путь. И 100% приводит к тому, что вы начинаете писать. То есть, что писать будете, здесь это 100%. Я не вижу причин, чтобы не писать. Надо просто делать. И делать определенным образом. Не так, что вот я почитаю сегодня книгу, завтра буду писать. Не будете. Я сегодня повторю за кем-то приложение, завтра буду писать. Не будете. Будете писать, когда вы будете понимать и ориентироваться в языках. В языке и в языках. Вот и все. А это идет определенным уровнем. И еще приходят ребята, один в одну, один на дно косячит. По коду видно. Я всегда говорю, давайте код будет видно, что хромает. Поправим. Вот и все. Так. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, получилась целая лекция. Я сказал. И, в принципе, вы сами смогли понять, что, как. То есть, осмысленно. Как это работает. Что бы я еще важного хотел сказать. По аккаунту понятно. Это я сейчас начнем дальше писать. По джанго. А, ну вот. Я прервался на том, что здесь мы начали изучать C++, но для того, чтобы понимать другие языки. Почему? Потому что вот возникают такие вопросы, что действительно вполне нормальные вопросы. Да. В ответ понимания функций параметра. Когда человек понимает уже параметры. Когда читает код. У него начинаются нормальные вопросы. О том, что есть объект, который в памяти. И в качестве ссылки на объект все-таки оказатель. Да. Я ему ответил. Там, да. Показал официальную документацию. Показал примеры. И на самом деле можно сказать и так, и так. Просто в Python принято говорить ссылка на объект. Но это то же самое, что указатель в C++. Именно так. По-другому просто пока не придумали, как сделать. В данном случае просто он понимает, что какой указатель. Потому что я давал задание. Разберись с указателями. И ссылки на объект в любых языках станут на место. Вот видите, сколько нюансов. Да. Кто начал с этого видео. Ссылки в spb-tut.ru. Плюс ссылки в описании. Ребят. Плюс подумайте над чем. Запишите, что я рассказал. И подумайте. Начинайте отвечать себя на вопросы. Я одно скажу. Не надо придумывать, что там у вас какое-то мышление не то. Ересь все это. Ересь. По одной простой причине, когда вы можете составить маршрут в магазин, понять, что взять, сходить в магазин и прийти. То есть это же есть программирование. Мы собрались сходить там купить мясо и хлеба и воды там. И нам сколько действий приходится сделать. А вы говорите, я не программист. Проблема в том, что сходить в магазин это тоже язык программирования жизни. Но там вы легко, так как это вам знакомо, главные шаги себе смогли проговорить, которые вы поняли. Мне надо, если мясо, сходить там в мясной магазин, значит это маршрут там на троллейбусе или пешком. Мне надо взять сетку или там корзинку, чтобы там, то есть вы это сообразили. В языке проблема в том, что приходит человек и думает, вот я не знаю, как изучать язык. То есть вот эти конструкции логические он не может выправить. Но вот это конструкции логические и есть система работы с кодом. На самом деле это все банально просто. Вначале это идет на уровне, еще раз это повторюсь. Параметра. Ну подождите. Разобрались, параметр начинает читать. Оказывается, потом открываете код и у вас начинает петь. Зашли в какой-нибудь язык. Я вам показывал на примере Dart, что в принципе мне стало понятно сразу, как писать на этом языке. Вот. Просто надо. Это заключается в чем? С одной стороны можно брать тупо и по порядку что-то учить, при этом не задаваясь вопросом, зачем и какое отношение к реальности. Никакого не имеет. Это просто язык. А с другой стороны, сказали в данном случае, в начале приходит человек и говорит, долби функции, долби параметры, опиши. И да, параметры хорошо, дальше пошла ересь, то правим. Вот тогда начинается, вот это и есть то, что я про магазин рассказывал, но в языке это просто другие элементы. Их надо понять. А потом оказывается, когда вы разобрались параметры, документация уже, можем читать исходный код, можем начинать читать уже какие-то элементы. И дело пошло. Единственное, что оно идет спокойно, постепенно и с вашего уровня. Так что, чтобы не получилось работать с любыми языками программирования, я причин не вижу. Понимаете? Не вижу. Но делайте для себя вывод какой. Что, это мы часть написали, ответьте себе на один вопрос. Что есть для вас работа программиста? Так вот, в школе Бавсуновского вот этому учат. Вот и все. Вот поэтому приходите. Да, не так быстро, но писать будете. Это сто процентов. Если вы так решите. Мне все равно. Я вам скажу, направить я направлю. Кто хочет, тот работает. Вот теперь, теперь, после этого я могу закончить такую мысль. То есть, теперь поняли, что к работе Django, самой, да, само фреймворк, когда мы выпускаем, то все это пишется на определенном языке. И когда на таком уровне, конечно, мы будем изучать в таком стиле, в таком направлении язык, то, конечно же, все это будет писаться легко и понятно. И нам достаточно будет понять Django, только сам принцип, что делает выборка, что делает это. Это не сложно, это обычная логика. Но все это делается на языке программирования Python. Либо на другом языке программирования, там в другой вещи, да. Но, таким образом, все получится. Так что, все у вас получится. Ха-ха, вот так-то. Спасибо за доверие, все получится. Ставьте лайк, писать будете. Так что, все окей. А, и школу, да, добыл сказать. Есть, вот здесь, когда человек, уже могу убрать. Есть курс Django. Курс Django 4, да. Вот здесь есть ссылочка. Я понимаю, что индивидуально для многих дорого. Можно получить доступ. Но тут еще есть один еще вариант хит-продаж, да. Получить доступ недорого. То есть, у вас будет Python, Django, на данный момент, по крайней мере. И Kotlin, да. Вы просто переходите на другую страницу и Kotlin. Не Kotlin, а блокчейн. Я его довольно медленно веду, но работать с ним буду точно. Потихонечку. И он пробьет функции вам с других языков. Почему? Потому что там есть особенности. Либо можно оплатить. Обычный доступ. Либо посмотрите еще... Это другой сайт. Здесь, в школе, есть еще индивидуальное обучение. Но это дорого, ребят. Сразу говорю. Это круто. Очень круто, но очень дорого. В большинстве своем ребятам, в принципе, хватает группы. Кто активно работает, помогаю. Кто-то выбирает индивидуальное обучение. Все, спасибо за доверие, все получится.